Доброго времени, суток, уважаемые зрители! Сегодня у нас с вами на рассмотрении такая интересная вещь, это Wi-Fi модуль для вот этого устройства. Устройство зарядное, IMAX B6. Видите, у меня он AC. AC это значит, что у него есть встроенный блок питания. И версия вторая. Есть такие же еще устройства, только блок питания внешний нужно покупать отдельно и подключать. Я решил не заморачиваться с этим, взять сразу все в одно. Я уже снимал как-то видео про анбоксинг этой интересной вещи. И когда я делал анбоксинг, я увидел, что здесь на коробке у нас есть такой код, в котором вы можете прийти в App Store или в Google Play и купить, ну, купить, скачать бесплатно программу, которая позволяет делать все настройки и мониторить все, что происходит с этим блоком питания через такой Wi-Fi модуль прямо на экране вашего телефона. Мне показалось, что это очень интересно. Я скачал, построил, действительно, программа очень удобная. Ну, я ее еще не видел в работе, но в эмуляции. Вот, намного мне показалось это удобнее, чем играться вот с этими клавишами для того, чтобы программировать. Вот, поэтому, недолго думая, зашел на eBay, заказал себе такой Wi-Fi модуль. Произошли у меня какие-то непонятки с продавцом. Он сначала написал, что он мне ее выслал, потом сказал, что у него нету. И он предложил мне вернуть деньги, заказал в другом месте, подавца у другого. Потом продавец ко мне вернулся, сказал, что он нашел. В конце концов, теперь у меня есть два таких устройства. Вот. На всякий случай. Давайте подключим сейчас и посмотрим, как это работает в действии. Сейчас я его распечатаю. Окей, что у нас здесь есть. Идут два проводка. Нам нужен будет вот этот USB. USB, я не знаю, как точно называется. Микро-USB, наверное. Вот. Здесь есть инструкция, ну и само устройство. Так, давайте его подключим. Для подключения к компьютеру, для этому беспроводному адаптеру, есть специальное гнездо. Здесь, сейчас посмотрим. Да, вот так оно включается. И само устройство подключается. Вот так, я думал, здесь надпись USB. Видите? Сейчас подключим всё, да. Как-то так. Ну, давайте заглянем в инструкцию. Можно скачать, если нет аппликации, можно скачать аппликацию. Через этот линк. Так. Power Indicator. Wi-Fi статус. Для устройства нам это не надо. Нам надо вот это. USB-коннектор. И кнопка восстановления на заводские настройки. Здесь, как написано, мы его подключили. Что нам нужно знать? Мы будем пользоваться айфоном. То же самое есть для андроида. Мы будем пользоваться для айфона. Нам нужно найти сеть с таким названием. И пароль раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Окей. Ну, давайте включим, посмотрим. Отключился наш IMAX. Понял. Нужно подождать, пока не загорится эта лампочка. Вот лампочка загорелась. Могает. Я думаю, значит, сеть у нас появилась. Теперь нужно значить телефон, зайти в настройки Wi-Fi. Включить его. Найти нужную сеть. Да, X-ами они обозначали. Эти циферки. Насколько я помню, пароль у нас был раз-два-три-четыре. 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 Раз-два. Сбился. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Ну, join. по идее мы сейчас должны подключиться да, мы подключились к устройству дима лампочка теперь не мигает зеленым ну и нам нужно включить нашу программу окей мы видим здесь название сети название этого устройства значит у нас телефон и блок питания синхронизировано так пока отложим телефон что мы сегодня будем делать у меня есть такой подопытный аккумулятор я его изъял из старой батареи от ноутбука если вам интересно можете поискать там найти видео я это делал вот у меня есть такая не знаю как это по русски правильно называться наверное посадочная для аккумуляторов пластиковая коробочка с двумя контактами и с припаянными проводами я уже раз обжегся с этими проводами причем буквально когда подается большой ток эти провода плавятся поэтому для экспериментов с большим током это не подходит есть еще вот такая тоже коробочка внутри я когда-то пытался ее использовать когда переделал шуруповерт можете тоже найти это видео есть и когда пошел большой ток шуруповерт работает на большом токе то эти провода просто расплавились вот ну так как мы будем использовать маленький ток я думаю мы можем поэкспериментировать с этой штукой сейчас мы ее поставим здесь у нас минус плюс давайте сразу проверим что она у нас заряжена это аккумулятор так как мы видим 4,13 вольта ну достаточно хороший заряд давайте проверим так же что у нас через проводочки получают то же самое ну да наши 4,13 что я хочу сегодня сделать это разрядить этот аккумулятор это устройство умеет разряжать тоже не только заряжать но и разряжать я хочу его разрядить и посмотреть сколько какой объем сколько миллиампер часов у этого аккумулятора как это происходит когда мы начинаем разряжать или заряжать аккумулятор это зарядное умеет считать сколько миллиампер часов ушло или пришло вот так что мы сейчас его поставим на разрядку кстати видите здесь подключил красный черный плюс минус да красный черный плюс минус вот здесь у нас есть такие крокодильчики сейчас мы подсоединимся к проводам возьмем на второй подложу что вам было видно коробочку вот так он будет чуть-чуть получше видно ну в принципе нам все это не очень важно все интересно будет проходить в телефоне ну 7-7 откройся да окей что мы здесь видим у нас есть выбор типа батареи типа аккумулятора у нас тип литий-ионное количество аккумуляторов количество единиц аккумуляторов батареи один и что мы с ними можем сделать зарядка разрядка сторож это интересно это зарядка для того чтобы их потом хранить тоже это попробую сделать интересно что он делает до какого он как заряжает насколько наверное для долгого хранения быстрая зарядка и баланс потом с балансом тоже сниму видео должно быть интересная балансировка так что мы хотели сделать разрядка разрядка нажимаем дальше тут мы видим у нас написано тип литий-ионный один разрядка у нас есть мы можем выбрать ток разрядки ток ток разрядки ток зарядки ну давайте попробуем я не хочу ставить большой ток на разрядку на разрядку чтобы ну во первых это не очень хорошо для аккумулятора самого думаю ну по крайней мере зарядка большим током насколько я знаю может некоторые со мной не согласятся вот но в моем случае с тонкими проводами я не хочу все равно ставить большой ток поэтому поставлю 0,3 ампера 300 миллиампер конфирм вот мы видим у нас побежали циферки написано каким током разряжается сколько времени у нас это уже длится 15 секунд 16 какой ток какая вольтаж сейчас на батарее это 3,90 на аккумуляторе извините 3,95 вольта и вот они наши миллиампера побежали где у нас уже 2 миллиампера 3 миллиампера съела зарядка что она делает с этим электричеством банально просто электричество вся энергия уходит в тепло и через вот эти радиаторы она уходит в окружающую среду то есть в принципе в принципе можно использовать не очень с высоким КПД это устройство как домашний обогреватель небольшой портативный если у вас есть такие аккумуляторы энергии с этих аккумуляторов можно переводить в тепло через это устройство не очень конечно так как забивать микроскопом гвозди но по крайней мере это работает будет итак давайте посмотрим что мы видим здесь вот мы видим внутренняя температура внутри устройства 27 градусов Цельсия сейчас там скажу у нас в комнате тепло внешняя температура здесь возможно подключение внешнего термометра тоже наверное его закажу поэкспериментирую поэкспериментирую с ним внешний термометр цепляется на саму батарею на саму аккумулятор и мониторить тоже температуру когда нам можно выставить порог через через который если он нагревается до определенного порога то выключится зарядка вот вольтаж который у нас есть 393 и у нас есть вот идет ток 0,3 ампера 300 мА длительность сколько у нас это продолжается уже 2 минуты 2,5 минуты ну и вот капасити наша уже 12 мА часов мы видим здесь совпадают данные тоже 12 мА 13 уже мА часов ушло с этого аккумулятора я оставлю оставлю этот аккумулятор разряжаться в таком состоянии и да ну и тут у нас конечно написан статус что у нас происходит дисчардж разрядка ну и потом я к вам вернусь расскажу что у меня получилось выжать из этого аккумулятора сколько там было миллиампер часов и сколько по времени это заняло я думаю что это возьмет достаточно много времени поэтому я вас не буду утомлять потом просто скажу вам уже результаты так что еще у нас тут интересное есть граф мы видим здесь у нас есть график понижение вот с четырех вольт оно пошло чуть пошел здесь потом можно будет интересно подстрелить его но пока место в реальном времени будет интересно насколько опустится вот это все тут мы видим время у нас показывается во сколько началось вот и сколько времени он бежит вольтаж 391 уже вот это для балансинга это если поставить здесь несколько аккумуляторов я потом сниму это видео про это тоже мы видим балансировку аккумуляторов на каждый сцен на каждую ячейку как она будет заряжаться мы видим здесь у нас есть до 8 ячеек можно график вот ну вот то что у нас сейчас бежит вернусь к вам когда разрежу полностью этот аккумулятор скажу вам сколько заняло это времени интересно и какая капаста какой объем не знаю в наверное объем в миллиампер часах у этого аккумулятора ну все пока не спока итак мы видим батарея у нас разрядилась взяло это время мы видим достаточно много 5 часов 45 минут разряжал маленьким током мы видим что капаста батареи 1675 миллиампер час не батарея а элементы привычки называют батареи батарея это когда несколько один аккумулятор элементы вот мы видим что блок питания это зарядка очень умная она не стала разряжать аккумулятор до конца до нуля есть какое-то минимальное значение до которого она его разрядила дальше не стало чтобы не вредить ему мы видим это 2,9 вольта она разрядила его до этого значения и остановилась вот наш аккумулятор сразу вам скажу что по умолчанию на устройстве выставлен таймер и таймер этот не позволяет вам зарядить заряжать или разряжать дольше чем определенное время поэтому если вы хотите сейчас подключимся к нашему устройству если мы хотим чтобы устройство наше заряжало батарею дольше чем установленный таймер нам надо зайти и отключить сейчас покажу где это да увидел устройство вот здесь у нас где нарисован систем надо зайти сюда здесь у нас куча есть настроек вот в том числе есть вот этот называется safety timer мы видим здесь он по умолчанию на 3 часа выставлен поэтому если его не отключить то по стечению 3 часов система отключит перестанет заряжать или разряжать вот чтобы этого не происходило надо его отключить или поставить на больше вот ну то что я хотел сделать я проверил это устройство работает очень хорошо это wi-fi карточка честно мне намного приятнее работать с телефоном чем с этими кнопочками вот поэтому если вы уже купили такую штуку я рекомендую положиться в такую карточку тоже намного удобнее вот ну в принципе все наверное батарею разрядил сейчас я поставлю заряжать точно так же давайте зайдем home выставим здесь charge а я хотел построить storage я поставлю на storage посмотрю как оно заряжает на этих настройках ставим next я поставлю маленьким током 300 мА нажму подтверждение ну вот все пошла зарядка потом посмотрю может напишу какие были различия от storage насколько он заряжает эту батарею аккумулятор в режиме storage ок если вам это видео понравилось ставьте лайк если есть какие-то вопросы задавайте спасибо что смотрели не забывайте подписываться на мой канал спасибо до свидания вот мы видим что зарядил на storage взяло от него это очень мало времени для хранения чуть-чуть поднял до 3.72 вот времени взяло полтора минуты так понял что он поднимает совсем чуть-чуть вольтаж в принципе на этом все для хранения этого достаточно ну теперь действительно до свидания спасибо что смотрели всего хорошего пока